СИГНАЛИЗАЦИЯ Подробности разбойного нападения на центр микрофинансирования и как нижнекамцы встретили резкое похолодание. Об этом прямо сейчас. Это новости на телеканале НТР в студии Вадим Струминский. Здравствуйте. Обокрали центр микрофинансирования казначей. Происходило все так. Вечером двое в черной одежде с закрытыми лицами ворвались в офис и, угрожая пистолетом, потребовали у администратора отдать деньги. Злоумышленники забрали 6,5 тысяч рублей. Сотрудники ЧОПа прибыли только через 5-7 минут. Сейчас этим делом занимается полиция. Подробности в итогов выпуске новостей. Стало известно, что в городе и районе на учебу не пошло примерно 3 тысячи учеников. Большая часть приходится на сельские учебные заведения. В городе же учебу пропустили всего 8% от общего количества. И все это из-за холодной температуры, которая сегодня установилась в Нижнекамске. Столбики опускались до минус 30. Что касается дошкольных учреждений, то там посещаемость не снизилась. Завтра температура воздуха будет примерно на той же отметке, что и сегодня. Пьяный водитель избежал наказания. А все потому, что потерпевший заявил о примирении сторон. Кстати, сам он оказался коллегой подсудимого. Сегодня в городском суде прошло слушание по этому делу. Осенью прошлого года они вместе выпили и решили прокатиться. Водитель угодил в ДТП, а его коллега получил тяжкий вред здоровью. Уголовное дело было возбуждено по факту. На этот раз виновнику аварии удалось избежать наказания. Однако такие случаи единичны. Согласно уголовному кодексу, нижнекамец мог лишиться свободы на 4 года. Нижнекамские каратисты стиля Киокусинка завоевали медали на Чебоксарском рождественском фестивале. Участвовал более 200 бойцов из Чувашии, Татарстана, Мордовии, Московской и Нижегородской областей. Наш город представляли три спортсмена. Для каждого турнир такого уровня был дебютным. В итоге Артур Васильев занял третье место среди мальчиков 8 лет. Другой нижнекамец, Виталий Кулик, взял бронзу среди юношей возрастной категории 12-13 лет. На этом пока все. В 18.30 в эфир выйдет итогов выпуск новостей. И вот одна из его главных тем. Всего пару приборов. Сюда винтель поставить, сюда байпас, тоже с винтелем посередине. И вся, ну термометр еще, вся любовь. Какой план разработал Нижнекамец, чтобы сэкономить тепло и платить меньше? Напоминаю, связаться с нашей редакцией можно по телефону 40 07 70 или пишите нам на наш сайт ntrtv.ru. Увидимся через полтора часа. Субтитры создавал DimaTorzok